Меня зовут Александр, это мой начальник, Игорь Борисович Ланцев, он будет партнер. Все, что про деньги, это буду рассказывать я, а все, что про творчество, будет рассказывать Игорь. Это монстрный солидарь. Первый вопрос, который мы хотели бы сегодня обсудить, это вопрос инвесторов в ресторанном бизнесе. Понятие инвесторов в нашей стране за последние 10 лет, оно очень эволюционировало. Изначально с инвестором надо договариваться на берегу о том, куда вы двигаетесь. И я при разговорах с инвестором могу сказать, что я крайне редко уговариваю, а все чаще, все больше чаще отговариваю от участия в каких-то или ином проекте, потому что это колоссальный риск. Это процесс, в который может быть вложены огромные деньги и средства в любое помещение, где бы оно ни отходилось, какую бы мибель мы туда ни купили, что бы мы ни сделали, но это может быть абсолютной нотой. Сначала инвестор это должен для себя понимать и принимать. Мы стараемся все-таки работать с инвесторами, которые являются нашими друзьями, это глупо, да, это как бы не по бизнесу, но хотя бы приятелям и хорошим знакомым. Чтобы не убили. Это во-первых, да, чтобы не убили, как раньше так было. Если, допустим, владельцев салонов красоты практически никто не знал, то владельцы модных ресторанов это были известные на весь город люди, да. И таким образом этот бизнес приобрел еще некоторые такие бонусы, помимо возврата инвестиций и зарабатывания денег, получался еще некий статусный эффект. Но потом ситуация эволюционировала, очень сильно все, конечно, изменилось в кризис. Потому что где-то начиная с середины 2000-х годов в ресторанный бизнес начали вливаться люди, которые просто хотели заработать деньги. И в середине 2000-х это начало приобретать массовый характер. Это стало время расцвета так называемых управляющих компаний, типа Гинзы, вам всем известной, которые, в общем-то, и вошли на рынок, предлагая услуги в основном по управлению ресторан. Компания, которая не отвечает за все финансы, а отвечает за свой участок. То есть вот вам надо привезти в модное место 700 человек, а не придут 700 человек. А вам надо сделать оборот большой, не сделать оборот большой. А вот как вы вернете свои инвестиции, то есть бизнес-план как таковой, их волновал только на периоде привлечения инвесторов. Как показывает опыт, у нас инвесторы не всегда понимают, куда он идет. Сразу появляется некий процесс недоверия. Опять же, только потому, что он абсолютно пришел из другой области, из другой школы и не понимает, что такое ресторан. Безусловно, проект-менеджер или человек, который занимается управлением проектами, у меня вот одно очень простое слово, он должен быть фанатиком. Он должен быть фанатиком своего дела, он должен относиться ко всему процессу, как предпринимать. Что касается Rolling Stone, например, на своем опыте могу сказать, что у нас команда фанатиков. Работа у нас работает, команда людей, которые болеют этим местом. Мне кажется, его успех во многом заключался за счет некой такой домашней обстановки. Моя основная моя идея и то, как я веду свой бизнес, я считаю, что, во-первых, не нужно вкладывать в стену. Не нужно поддаться той архитектуре, которая у тебя есть, не нужно превращать подвалы в дворцы в стиле барокко. В любом помещении у него есть своя атмосфера, своя аура. Поэтому важно поставить огромный флаг к большим количествам барменов, которые будут обслуживать большое количество людей. И поставить хороший звук и свет. Мне кажется, мы должны уходить от ассоциативного ряда с хозяевами, не в обиду, Аркадию Новику, Кириллу Гусеву, Александру Сорокину, мне или Делосу. Сегодня люди должны приходить не к человеку, не на певца, не на тусовку, а они должны приходить в ресторан на приятную, на первую вкусную еду. Вот это тогда, мне кажется, начнется какое-то правильное развитие вообще этого бизнеса. Перед открытием ресторана, как оценить его востребованность и потенциал его в итоге, в городе Москвы. Перед открытием? Да. В лучшем нарушении. На мой взгляд, я могу сказать, что вот интересный опыт провел ресторан «Виллинс», который за, я думаю, что за два месяца до открытия начал проводить дегустации для всевозможных критиков, журналистов, известных людей. Они таким образом начали о себе как бы заявлять. Я не знаю, оценить его, но это правильно. Я бы сказал, что лучше, конечно, после открытия, поймешь, все точнее. Но можно ориентироваться на мнение друзей и людей, которые к тебе хорошо относятся. Если много положительных отзывов, как правило, это экстраполируется потом на работу заведения. А если тебе говорят, ну, знаешь, вот если ты начинаешь слышать, это там немножко я бы тут это переделал. Если таких человек там 50 наберется, то можно уже делать некие... Нет, бывает еще, я могу сказать, по своему личному опыту, я не имею никакого промо-ресурса, у меня не было списной книжки с огромным количеством номеров. Я, когда открывал рынок, я не знал, кого ты стал пригласить. Но когда на протяжении месяца у меня в пятницу, в субботу приходило 5 моих друзей и с удовольствием проводили там всю ночь. Мне кажется, это очень важный момент. Если людям комфортно находиться в помещении, значит, если 5 им комфортно, значит, 100 с ним тоже будет комфортно. Спасибо. Спасибо за внимание.